В эфире телеканал ЭТОН ТВ, программа «Тема дня». В студии Побрежнему я, Александр Гурарье. Мы продолжаем выпуск. Скандал вокруг нашумевшего дела Задорова, который осужден на пожизненное заключение за убийство школьницы Таир Рада. Всплыли новые факты, новые данные, которые говорят о том, что, скорее всего, человек сидит абсолютно невиновный, человек сидит необоснованно и неправильно осужденный. Скандал плавненько перекатился в Кнессет, в наш парламент. В Кнессете потребовали ряд депутатов, потребовали создать специальную комиссию по расследованию действий правоохранительных органов, а точнее бездействия или действий неправильных, которые привели к тому, что, скорее всего, невинный человек осужден на пожизненное заключение. Но не все так просто. Нашлись депутаты, которые возражают против создания такой комиссии. Почему и что подтолкнуло их на этот шаг? Об этом мы побеседуем с журналистом Александром Коганом. — Саша, добрый день. — Добрый день. — Так а что плохого, собственно, в создании комиссии? Ну, комиссия на то и создается, чтобы разобраться, дать объективную оценку фактам, кто, как не парламентская комиссия, должна разбираться с действием правоохранительных органов. — Давай пойдем по порядку. Во-первых, у нас уже было три суда по делу Задорова. Все они кончились одинаково. Он остался виновным в убийстве, несмотря на то, что у нас не существует ни одной улики, кроме его признания, ни одного доказательства того, что он является убийцей. Причем знание, он от него отказался. У нас были найдены странные волосы, достаточно большое количество волос от разных, по всей видимости, людей, которые никто не проверял. Они были проверены независимыми экспертами за средства семьи. Я позже объясню, почему я это подчеркиваю. За средства семьи Романа Задорова. И выяснилось, что речь идет, по всей видимости, о, условно говоря, неофициальной подозреваемой женщине, которая имеет не гипсетические отклонения, про которую рассказывали не раз полиции, ее бойфренд, ее знакомые, что она хвасталась убийством Тайя Рада и так далее. Все это привело к тому, что после того, как выяснилось, что, по всей видимости, на теле девочки найден волос бойфренда этой женщины, который рассказывал, что она ему сообщала о том, что она убила ребенка, началось новый виток в деле Романа Задорова. И он докатился до парламента. Причем я хочу отметить, что первыми, кто попробовал поднять эту тему, это был Роберт Тивяев, депутат Синистского лагеря, единственный беспартийный депутат в нашем гранте. Он предложил вначале дважды, причем, чтобы тема была поднята на повестку дня. Ему дважды отказали. После этого партия «Наш Дом Израиль», Юлия Малиновская, да и сам глава партии «Наш Дом Израиля» Виктор Либерман, они призвали создать парламентскую комиссию, которая будет в состоянии... По сути дела, у нас единственная структура, которая в состоянии разобраться в этой ситуации, это парламентская независимая парламентская комиссия. Почему? Потому что, ну, я уже понимаю, что практически ни для кого не является аксиомой тот факт, что правоохранительные органы не должны фальсифицировать и подделывать дела. То есть, вся система работает на основании вот этого тезиса о том, что полицейские не шьют дела, прокуратура не пытается уничтожить улики, и суд принимает решение независимо, потому что у нас уже было несколько случаев подряд, в частности, последний случай, когда у нас выпустили человека, Элишу, сейчас забыл фамилию, Нах, фамилия, выпустили его из тюрьмы после отсидки, когда на него повесили убийство, которого он не совершал. Значит, так как у нас нету сегодня никакой другой системы проверки, никакой структуры, которая могла бы заняться проверкой этого дела снаружи, парламентская комиссия — это единственный инструмент, который может подобного рода дело проверить и поднять те вопросы, проверить те вопросы, проверить те улики, проверить те предложения, которые не проверялись полицией. Ну, а, кстати, вопросы у народа накопились к правоохранительным органам. Как так получилось, что единственным основанием является признание, причем данные в камере на сетке, каким образом происходил следственный эксперимент, все видели эти кадры, когда человек буквально растерялся, Роман Задоров, ему подсказывали, куда нужно идти, то есть любой человек, который хотя бы 2-3 детектива в своей жизни посмотрел, тот бы засомневался в том, что происходит на экране, сказал бы, как ненатурально играют, а правоохранители почему-то не засомневались. На самом деле, как бы я, как бы это не моя точка зрения, да, я не занимаюсь антисенистской пропагандой, да, есть профессор Боас Санжеро, профессор криминалистики, одна из звезд криминалистики в Израиле, по сути дела, самых ярких звезд, которые напрямую заявляют уже годами, я в свое время на портале изрусбалтсным интервью, он заявляет конкретно одну прямую вещь, у нас в государстве Израиля сидят сотни людей за решеткой, не совершавшие преступления, потому что в какой-то момент из них это признание было выбито. У нас есть памятное дело банды МААЦ, так называемые молодых, группы молодых преступников, которых посадили реально пытками, избиениями, побоями, заставили признаться в том, что они совершили, они вышли из тюрьмы через очень долгое время, им заплатили там 12 миллионов шекелей компенсации, но их жизни были уничтожены. Это люди, которые ничего не сделали и на них просто повесили подобного рода дела. Дело в том, что у нас действительно существует ситуация, при которой признание хватает, признание в совершении преступления хватает для того, чтобы человек обидел. При этом в деле Романа Задорова есть очень много странностей, которые указывают на то, что огромное количество улик, оно просто не проверялось. Не проверялись волосы, там было, если я не ошибаюсь, около 70 различных волосков найдено возле тела, на теле, в руках у самой девочки, их не проверяли. То есть сказали, ну у них невозможно проверить, потому что нет луковицы, мы не можем точно установить ДНК, но тем не менее проверить, кто, кому они принадлежат, мужчине или женщине, или какой-то там группе населения и так далее, это было возможно. У нас вот эта независимая проверка показала, что по волосу действительно можно найти как минимум группу людей, которым это может принадлежать, они должны являться родственниками. Волос Задорова там нет, там нет отпечатков обуви Романа Задорова. Насколько я понимаю, там вообще никаких свидетельств его пребывания в этой кабинке не было. Улик, физических улик, предметов, отпечатков и так далее нет, есть его признание. Но давай вернемся к парламентской комиссии, давай вернемся к двум людям, которые стремятся завалить эту парламентскую комиссию. Первый это Шули Муалем из еврейского лагеря, из еврейского дома. Это партия еврейский дом, во главе с Нафтали Беннетом. Да, партия Нафтали Беннет и партия, которая принадлежит министре юстиции Айелет Шакет, которая, кстати, заявила, что государство должно покрыть расходы семьи Романа Задорова на проверку тех волос, которые не проверило государство. После этого заявление Шули Муалем о том, что комиссия, это будет комиссия не по расследованию дела, а против Айелет Шакет, она звучит, ну извините, честно говоря, по-идиотски. То есть против министра юстиции, как будто министр юстиции непосредственно занимается руководством расследования. Не просто. Шакет является министром юстиции последние четыре года. Убийство и все расследование велось 12 лет тому назад, 10-12 лет тому назад, как и судебные разбирательства. Поэтому каким-то образом привязать нынешнего министра к тому расследованию физически невозможно. На Айелет Шакет нет никакой вины, на рот она стремится. Саша, но если звезды зажигают, то это ведь, наверное, кому-нибудь нужно? Окей, да. Скорее всего, на самом деле, простейшее объяснение, которое уже написал, об этом написал в физкульке не только я, написали уже достаточно многие блогеры, для которых это чисто явно выглядит, как попытка еврейского дома продолжать свои постоянные войны с партией «Наш дом израиль». То есть тот факт, что партия «Наш дом израиль» продвигает инициативу парламентской комиссии, воспринимается партией «Еврейский дом» как что-то, против чего нужно бороться, потому что не имеет значения, какой вопрос, главное, что это они. Вот мы с ними воюем, значит, нужно воевать. Нужно продолжать, как говорят на иврите, лирот бен нагмаш, стрелять в транспортеры, и таким образом, типа, увеличивать, я не знаю, они считают, что таким образом они увеличивают свою популярность среди избирателей. Но есть еще один человек, есть Дуди Амсалем, есть глава коалиции, который заявил, что если будет создана парламентская комиссия, эта парламентская комиссия будет заниматься борьбой с коалицией, то есть она будет против коалиции. Точно такой же тезис он выдвигал в свое время, когда должны были создать, собирались создать парламентскую комиссию по рассмотрению другого дела, которое пошила полиция. Это дело, которое пошили генералу Гиршу, который должен был стать генеральным инспектором полиции, и ему пошили какое-то безумное абсолютно дело, которое лопнуло через пару лет, но он генеральным инспектором не стал, да, по сути дела, как бы полиция сама торпедировала изнутри, торпедировала назначение человека, который пришел бы снаружи. Гаргирш известный военный, человек с очень хорошим послужным списком, с очень хорошим опытом работы, и его просто нейтрализовали подобным делом. Тогда было заявлено тем же Амсалемом, что эта комиссия будет заниматься борьбой с Геладом Орданом, который является министром внутренней безопасности, ну, тем, кто ответственен за полицию. У меня создалось четкое впечатление, что у господина Амсалема есть некие опасения в плане того, что если будут созданы подобного рода комиссии, то полиция и прокуратура будут мстить. Каким образом они будут мстить? Ну, появится какого-нибудь дела 6 тысяч, 8 тысяч против премьер-министра, или же внезапно выяснится, что, я напомню, что предшественник Амсалема на этом посту, господин Биттон, против него было открыто дело, он ушел с этого поста, и это место занял господин Амсалем, вполне возможно, что у полиции, или он опасается, что у полиции есть что-то против него. Саша, мы уже давно опасаемся, точнее, не столько мы, сколько власть передержащие, политики и так далее, они опасаются, что у полиции есть дела вроде как почти на всех. То есть, если очень покопаться, то на любого политика действующего, или ушедшего недавно, так сказать, с политической сцены, у них есть определенные данные, которые можно, да, папочка тоненькая, да? Помните, как замечательная встреча в фильме «17 мгновений весны», когда Штирлиц встречается со своим агентом, которого играет Лев Дуров, гениально играет, и когда он говорит, я видел ваше личное дело, а тот говорит, дорого бы я дал, чтобы взглянуть туда одним глазком, на что Штирлиц возражает, поверьте, ничего интересного, ваши доносы, доносы на вас. Так вот, скорее всего, у нашей полиции собраны именно подобные дела, как вы считаете? Я думаю, что в связи с тем, что у нас в Израиле создалась очень странная культура обвинения, я бы назвал ее именно так, на самом деле даже не нужно собирать, вот я напомню, у нас совсем недавно, когда, на прошлой неделе, да, у нас только был вот этот вот скандал с опять-таки сменой главного генинспектора полиции, внезапно выяснилось, что на ряд кандидатов на этот пост есть вот эти вот папочки, да, черные страшные папочки. У самих же полицейских. Да, 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 естественно, собранной полицией. Когда эти папочки проверили, выяснилось, что их содержание можно охарактеризовать одним английским словом bullshit, да, полная фигня. Чепуха, скажем так. Чепуха, вот, поэтому я ощущаю, что на самом деле, дело в том, что как бы абсолютно разные дела, абсолютно разные ситуации с разными деятелями политическими и общественными, можно по-разному представлять. У нас, к сожалению, создалась ситуация, при которой, ну, у нас происходят просто несоразмеримые вещи, да, в плане того, что человека могут травить за события, которые якобы произошли 30 или 20 лет тому назад. Свидетелей этих событий не было, они вспоминаются эти события кем-то в связи с какими-то новыми, современными действиями, да, как бы подобного рода дела. Неизвестно после какой сигареты, что в этой сигарете было набито. Да, после дела все эти дела на самом деле не стоят выеденного яйца, но, но, они приводят к тому, что эти люди не занимают те посты, которые должны были занимать, они не принимают те решения, которые не должны были принимать и так далее. Как, еще раз я напомню, дело Галя Гирша, которая лопнула, и в конечном итоге, если я не ошибаюсь, первый канал или второй канал транслировали, нет, десятый канал, транслировали, кажется, передачу о том, как это дело вшили, да, то есть это было абсолютно надутое, вшитое белыми нитками, белыми канатами, пустое дело, но она привела к тому, что Галя Гирша не стал генеральным инспектором. Саша, ну давай оставим в покое политиков, все это понятно, все это здорово, но вернемся к делу Романа Задорова. Роман Задоров ни разу не политик, это простой человек, который обвинен в убийстве, это чисто уголовное дело, и складывается впечатление, что полиция изо всех сил, не только полиция, но и прокуратура, изо всех сил старается сохранить честь мундира, потому что налицо, судя по всему, есть признаки явных должностных преступлений. Кто должен с этим разбираться, и на твой взгляд уже мы, так сказать, завершаем нашу программу, есть ли шанс, что все-таки будет создана комиссия, либо это будет какой-то другой орган, который все-таки разберется, кто же виноват, и все-таки кто-то лишится своих погон. Я не хочу быть Кассандрой, да, у меня есть четкое ощущение, что эта парламентская комиссия создана не будет. Она не будет создана не только потому, что у тех, кто не желает разбираться в этом деле, есть такие союзники типа партии Еврейский дом, которая любой ценой постарается завалить любую инициативу партии Наш дом Израиль, потому что, как мне кажется, есть достаточно черных папочек, да, с помощью которых можно очень сильно испортить жизнь достаточно большому количеству политиков, израильских политиков, и они не хотят платить вот этими черными папочками, да, вскрытием этих черных папочек за какого-то мужа русскоязычной репатриантки. Саш, то есть я постараюсь перевести, так сказать, на более понятный язык то, что ты сказал, то есть правильно ли я тебя понимаю, что накануне выборов, которые у нас будут в следующем году, никто из ныне действующих политиков, депутатов Кнесета не хочет на всякий случай ссориться с полицией, а то как бы чего не вышло. Нет, я бы не сказал бы никто, потому что у нас есть те политики, которые, так сказать, могут даже не ссориться с полицией, а полиция ссорится с ними, но у нас есть определенная группа. Ну потому что уже нечего терять, кроме своих цепей, да? Причем цепей в переносном смысле и в прямом тоже. Да, у нас есть определенная группа политиков, которые любой ценой постараются торпедировать создание этой парламентской комиссии, потому что результаты ее расследования, результаты ее работы могут очень дорого им обойтись, и они еще раз нам докажут, что мы находимся в ситуации, при которой наши правоохранительные органы нужно просто распускать, очевидно, собирать по-новой из абсолютно других людей. Ну это такое революционное предложение, по-моему, если не ошибаюсь, в Грузии в свое время Саакашвили так поступил, всех распустил и набрал новых. Не думаю, что это приведет к чему-то хорошему, но то, что поставить их на место нужно, с этим спорить сложно. Спасибо, спасибо большое, Александр Коган, журналист, хайфа. Спасибо и всего доброго, дорогие друзья, программа «Тема дня». Ну надеемся все-таки, что дело Романа Задорова, которое тянется уже столько лет, наконец-то будет пересмотрено и справедливость восторжествует. Всего доброго, до свидания.